Как вы думаете, ребята, что это такое? Это макаронный плов. В общем, у меня стало делать плов. И обнаружила, что у меня закончился рис. Что делать? Мясо уже жарится. Пришлось сварить макароны и кинуть сюда. Я прям из макаронной воды налила сюда, ну в смысле вот отсюда, налила сюда водички для того, чтобы всё это было такое, типа с соусом. И добавила побольше приправ, мясо. В общем, такого у нас будет всё это плов. Погода у нас всё ещё шикарная. 20 градусов. Говорят, очень странно видеть людей, которые ходят в майках и покупают новогодние украшения. Что поделаешь. Такая у нас тут вот погода, природа. Мы поехали к Малиновским. Юра будет там развлекаться. Наверное, если получится. Устанавливает вот такую штуку для Нади. Вот. И, наверное, поиграем. Да? Во что-нибудь. У нас теперь игры. Два раза в неделю, да? По субботам и пятницам. Получится. Да. Давай помедленнее проедем мимо вот этих домов украшенных. Мне с этими соленьями вроде вы нормально рассмотрели, да? А вот этот, где сидят за столом и отмечают День Благодарения скелеты, это, конечно, вообще... Я так понимаю, что они, ну, вот эти люди, которые там живут, они явно с какой-то творческой жилкой, потому что они прям там всё так обустраивают. Ну, они переиспользовались. Понятно. Но это же... Они их, правда, пересобрали. Они их пересадили, пересобрали. Это же вообще надо иметь желание всё это делать. Вот. И, как говорится, фантазию. Красавчики. Сейчас мы поедем, я вам покажу. Вот давай помедленнее, помедленнее. Чуть помедленнее, кони. Вот, смотрите. Сейчас я вам поближе покажу это творчество. Вы поглядите. О, дают, да? Там ещё вот они себе устроили возле двери. Где Кузя-то? Кузя-то где? Ушёл гулять, что ли? Да, открывай. О, Кузя уже здесь. Кузя, Кузя, Кузя. Кузя, дай мне. Дай, дай. Вот же заразка. Кузик, Кузик. Дай, дай, дай. Вот же зараза. Ага. Он вообще почему-то тоже манит. Это у нас собака гей. Он нас не любит. Да не собака гей, он что ты. Он любит псов мужского рода. А зачем он на меня прыгает тогда, этот собака гей? Он просто обнимается. Он просто обнимается, а любит так тауньюрку. Да. Продолжение, как, смотри, стоит всей душой отдал снятоцей. Что она на тебя наговаривает, Кузь? А? Что? Скажи, очень я нормальная собака. Мне кажется, он вполне себе бисексуал. Что ты его как-то на рекламу ограничиваешь в его связях? Он вполне себе, да, Кузя? Что здесь? Это что такое, Кузя? А? Что это? Что это? Я это чем-то выбирал. Твое? Это твое? Это твое? Ай-яй-яй. Слишком мощный магнит, да? Да. Круто. У нас, значит, предыдущая немножко версия. Может быть, у нас R2? У нас там вот так вот сдвигатель. Нет, у нас R3 тоже. R3 0.1. Класс. А это 0.2. Окей. Молодцы. Сейчас, здесь все у них есть, крепежа, как бы, вот она. Камера. Да, мы все не будем использовать. Она довольно легко крепится, да? Вот насколько я помнила. Смотри, там идут электростатичная пленка, то есть она без клея просто на лобовое стекло приливается. А, да, да. И уже к этой электростатичной пленке мы приклеиваем двусторонний скотч. Здесь, кажется, камер. И все. То есть снять потом вообще не проблема. Зарядка, короче. Что ты успокоился? Все уже? Не, ну смотри, он понимает, что я вот снимаю, позирует, да? Ты хороший пес. Да? Ты хороший пес? Кузя, ты сегодня где-то гулял? Расскажи, где ты сегодня гулял? Так, этим не надо. Сидеть, стоять, лежать. Даже это не надо. Рано еще есть. Еще не готов. Ужин не готов. Прививку делали? Ну, ничего себе. Тебе прививку делали? Как ты себя чувствуешь? Расскажи. Вы смотрели фильм Тагринча? Да, победителя рождества? Да, там есть такой момент, когда он эту собачку до поцелуя спящему мэру представил. Собачки глаза расширились. Когда поставили укол, уходи тоже глаза так же расширились. Кузенька, тебя что, сегодня обижали? Ах, эти черти, да? Обижали. Кто тебя обижал? Тетенька или дяденька? Нет, что ли. Я не знаю. Прививку ставили, Кузя. Но ты же герой был, да? Ты же герой был с круглыми глазами? Нет, он не был. На полморды. Он был трус. Не, ну как? Ну смотри, все равно же героически и дальше переносит ее. У него выбора-то не было. У него выбора нет. У него никакой у тебя героически. Как тебя удержали-то, пес, а? Да, там двое. Привязывали? Прививку это. Ой, хороший. Кузьма, мы никуда не едем. Вчера приходилась нам знакомая, а потом мы вместе с ней поехали в Америку. А вы куда поехали? А? Вы куда поехали? С закрытым гаражом. Дружить поехали. Поехали дружить с закрытым гаражом. Сейчас они закроются в машине, подключат сигнализацию и будут ее слушать. Не помешай нам, ну что ты все пустишь-то? Я подсматриваю. Это вас снимает скрытая камера. Кузя, смотри, мать твоя залезла в машину и никуда не едет. Вчера приходила к нам знакомая. И что? Поехали, мать из машины забирала, мы поехали на ее машине в Грит-Америку. Ваня только распакнул дверь, Кузен выскочил, подскочил туда, а у нее машина, у нее это, ну, маловая. Ага. И он такой, мы еще глазом не успели ворвать, он уже там в машине. Загрузился, да? Я еду с вами. А в Грит-Америку можно с собаками ходить. Правда? Да. Ну, можно сказать, что это сервис-дог. Что бы нет. Да? Кузя, будешь сервис-догом? Очень даже сервис-дог, я скажи. О, Ваня, ты что тут, распаковку делаешь? Это они тут это, камеру ставят, чтобы снимать дорогу и всяких нарушителей. О, правильно. Что же еще делать-то? Любимое дело детей. Топтать американский воздух, да? Да. Кузя, 10 секунд. Все. Поел. Самый быстрый поедатель корма своего. Что ты там съел? Курицу? Филе. Филе съел. Грудь? Ага. Кузя. Шустрый. А мы пиццу едим. Пока они там клеят. Клеит регистратор. А мы едим. Потанцуй нам, Ваня. Танцы народов мира. А я не видела. Давай. Покажи нам. Ой, я станцую нам. Слишком поздно. Слишком поздно включили камеру. Жаль. Мы тут это... Ты с телефона подключаешься к его Wi-Fi, и тогда можешь сливать ролики. Это Юра отчитывается о проделанной работе. А мы думали, вы завтра придете. Мы тут уже разлили, распили, да, разъели. Не все уж. Не разъели. Мы выбирали сегодня вещи. Давай еще что-то. У нас два ссыла. Шторы. Да. Завтра будет шторы. Сегодня шторы нет. Сегодня шторы нет. Шторы нет. Давай. Да поет он уже. Видишь, у него микрофон. Микрофон у него из пиццы. Да, и очень удобно, его можно есть. Да. Подъедать микрофон. На последнем кусочке песни заканчивается. А когда ему ставили прививку? Денис рассказал. Как из Гринча, говорит. Его тут держали, значит, я тут перед ним плясала, там его девушку держала. Денис тоже. А сзади ему ставили прививку. И он при этом, вот я вот его мордочку вот так вот держу. И он улыбнул, и такие, больше, 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 больше. Вот такие. История такая, да, я смотрю. А потом как заплакал? Ну практически. Заплакал? Нет, не было. Плакал, плакал. А Ваня такой сидит, Ваня такой стоит рядом. Мама, у него уже глаза красные, он плачет. Так, что мешаем, да? Давайте вот эти. Кто мешает, того выгоняем. Сюда. Которые четыре. Я помню, что мы сейчас собирали, в которых было название кого-нибудь. Какой-нибудь персонаж. Да, там было цели. А, подожди. А цели это вот эти, да, зеленые карты? Нет, у меня были там. Это цели наши. Надя хочет есть. Нет, это не надо. Надо кормить, собралась птиц. Да. Ну нет, это как-то мощно. Я все-таки возьму вот эту. Так, вот бери нектар. Да? И червячка. А еще, когда здесь остается в кормушке два одинаковых, то можно перекинуть. Когда все одинаковые. Когда все одинаковые, то можно перекинуть. Ну, пока никому не надо. Пока никому не надо? Я походил. Я поставляю. Нет, да, двигаешь его. Теперь активируется у тебя что-то там. Коду ей и все. Да. Да. Все, двигаешь дальше. Теперь сюда. Да. Все. Да. Игра закончена. А, у меня? Эти уходят или не уходят? Три, да, наверное? Это не важно. Три. Нет, важно мне строить птичку, например. Поставь. Они уходят, уходят. В конце любого раунда они уходят. Вот. Ну давайте. Все, давай. А, ну мы же. Сейчас уже можешь. Так уже же все. Если уходит, тогда обновляюсь. А зачем? Подожди. Потому что у меня есть возможность. А, умножим. Это up to you. То есть можно оставить предусмотрение. Ничего себе. У тебя еще какой-то там. Можно. Что сюда? Умножить. Молочка. Сыки ради. Давай. Теперь, да. Бобонусом смотрим. В зеленый. Бобонусом. Бобонусом смотрим. Так, вот у меня три. Где наши бобонусы? Да. Бобонусы. Ярко красочно. Очень красочно. И все, теперь считаем. Все, теперь считаем. Карлдаш. Ну давай. Посчитаем. Сейчас мы скажем, кто выиграл. У нас нынче год не яичный. Яиц очень мало. У меня в играх, в которых нужно записывать. А, подождите. Нет, стоп. Сначала не играют. Сначала геймплей. Ты же не сыграл. Давайте. Да, я не сыграл. А, энд гейм, да? Play a bird. А, ну давай. У всех есть вот эти. А, у тебя только Надя нет. Да? Желтые карты. С желтым карты. Сыграй желтую. Давай. 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 Сейчас сначала Юра сыграет. У Дениса открылось яичное производство. А, думаешь, почему у меня маленьких птичек много? Давай. Маленьких птичек. Птичек маленьких много, а яиц, посмотри. Правда? Зато все с яйцами. Маленькие птички. О! Ты погаси. Ты посмотри. А, у меня зато сидел. Ты посмотри. Кузя, не ешь. Это не вкусные яйца. Обалдеть. Это 10. Обалдеть. Вот так вот и становятся яичными магнатами. Нафига себе. Пап, ты вообще, да. Все, теперь можно считать. Теперь можно считать. Там так много? Да вообще, я в шоке. Ну, давай. Считай. Большое потомство. Давай. Большое потомство у тебя будет, Денис. Смотри, сколько у тебя цыплят потенциальных. Предки. Предки. Да. Круто. Ладно, давай посчитай, потом расскажем. Мне кажется, Надя победит. У меня мало. Ну, давай какой-то веке уже. Давайте, Юлькина, монополию разобряем уже. Какой кукол нужно? Вот. Таня 87. Кокседатором, как умный сидит прям. Да, чтобы... Да, наверняка. Так, 37. Так, 76, 87. А там мешочки, да, были. Так, у Дениса 96. Ого. Так. Виноваты я. Это же яйца. Это все яйца. Это твои золотые яйца. Не стерпаем. Не стерпаем. А у Нади 98. Бусин. А, мне чуть-чуть больше. Ничего себе. Ваня, представляешь? Городовочка победила. Мама победила. Да, слушай. Я Юльку выиграла. Да. Да, уж мышки на радость. Мышки на радость, да. Да. Вскрываешь? Боже. Зачем же так... Ну, тут специальная такая... Кинематографичная. Вскрывашка. Слушай, какой-то легкий прям предмет. Это что такое? Что это? Это что? А, он такой маленький. Ой. Ну, это лампочка на смартфон. А, у меня такая есть, но круглая. Круглая, а это не круглая. И я подумал, что... Ой. Ой-ой-ой. Классно, что она легкая такая, да? Да, нужно в кармане носить. В кармане я, конечно, не ношу. Я и телефон-то в кармане не ношу. Ну-ка, она прикрепляется вообще к телефону? Да, попробуем. Давай. Как-то так. У меня тоже. У меня она как-то одевается вокруг камеры. Так, ладно, давай включим. О, блин. Давай мы куда-нибудь... А, давай сравним, смотри, подожди. Вот давай, надо снимать что-то. Да. Давай вот, допустим, давай. Да-да-да, нет, ну смотри. Ой. Ну, просто... Смотри, вот вспышка самого айфона. Угу. Вот. А вот сейчас... А вот с этой штукой. Мне важно, да, мне важно, что вот эти, когда круглые делаешь, которые ободочками, да, кольцами, они прям, если отражается, вот, допустим, поверхность какая-нибудь, стекло или, например, вот мрамор, видно вот этот кружочек. А у этой вроде не видно. Да, конечно, не видно. Смотри, еще я буду включать вспышку телефона и выключать. Видишь, чуть-чуть совсем. А давай посмотрим на поверхности вот кухонной, как оно отражается. Да никак оно не будет отражаться. Давай проверим. Вот здесь. Вот, видишь? А, ну да. Вот он. Вот еще можно здесь два режима слабее. Да, но видно вот эту штучку саму. Суть в этом. Вот так не видно. Ну вот оно. Все. Тень. Убежал. Видишь тень? Тень – это от нашего светильника. Понятно, да, да. Вот суть в том, что вот желательно, чтобы тени не было. Вот. Все понятно. Ну… Нет, ну для этого вот та вторая. Это, наверное, не прицепится здесь. Упадет. О, нет тени. Но есть вот это вот. Тебе не угодишь. Да, не говори. Это все мы пытаемся организовать подсветку. А плюс-минус, подожди. А, ну это максимум. Вот можно плавно обувлять, а можно, скажем, 50%, 100%, 50%. Ну вот это вот на отражающих поверхностях, вот так вот этого штука. Если, допустим, ты возьмешь доску, смотри. Ну да. Например. Вот так вот. Тогда нет вот этой штуки. Нет, ну это такой, знаешь, это вариант, когда вот нету с собой нормального света. Ну да. Какой-то походный вариант. А она заряжается как-то по USB? Да. Конечно. А насколько интересно ее хватает? А, микро-USB. Да, у меня тоже такая микро-USB. Окей. Что следующее? Вообще, конечно, да, упаковали, представляете? Причем ты с одного и того же сайта правильно заказывал? Да. Почему нельзя было вот в эту коробку упаковать? Не знаю. Или потому что вот эта родная коробка от самого... Добавим света. Давай мне, потому что я же снимаю. Я. Давай. Ну вот я добавил тебе света. Хорошо. Забавляем свет, звук. А то у нас не видно, не слышно. Ух ты ж. Вот это да. Это что такое? Ну это понятно, воздух. Обалдеть. Я думала, она поменьше. Вот это свет. Вот это свет. Я думала, она поменьше. Ладно, сейчас посмотрим. Надо штатив для него отдельный заказать. Да. Так. Вот он, наверное, будет хорошо светить и не отражаться нигде. А, он меньше. Все-таки он не такой, да? Да. Слава богу. Чтобы было бы слишком все-таки. Вот это лампа. Ну-ка, включи вот здесь вот. Вот включение. Ух ты, там еще и настраивается, да? Да. Что-то светит? Нет. Может, наоборот? Температура. Вот эта температура. Это мощный, да, пять тысяч шестьсот, пять тысяч. Ну, мягкий свет, желтый, белый, да? Да, да. Круто. Ну, где, что он не светит? Наверное, не зарядить. Ну, это же работает. Вот же написано уровень зарядки. Да, это уровень зарядки вот этого, ой, господи. Ульта? А может, он без зарядки не работает? Может. Без кабеля? Да. Может. О, я теперь поняла, почему мы у длинителя. Ну, статичный, да, но я же снимаю везде. У меня нет статики. У меня сплошная динамика. Нет, ну, все равно дома, когда снимаешь, конечно, с собой такой не возьмешь. Не-не, не про с собой, про то, что таскать надо вместе с кабелем. Ну, да, для розетки. Да, он, наверное, без розетки не работает. А вот здесь что? Там рамочка. Для крепления к штативу. Это даже не рамочка. Да, да. Это штатив, который к столешнице. Да. А у нас там бортика-то хватит. Ну, или к столу. Смотри. Ну, я... Ты же понимаешь, что мне надо в конкретном месте. Да. К столу-то мне не надо. Такой мощненький. Так, ну, подожди, где он тут? Вот такая вот она. Ну, это хорошо. Тяжелая блогерская жизнь. Каких-то приблуд у нас нет. Вон, смотрите, вот та лампа, про которую я говорю. Когда она светит, она, в общем, именно на отражающихся элементах. Вот когда вот, если на стенку светить, то, наверное, нормально. Так, давай у меня... Сейчас, погоди. Давай на наши сети прикручим. Чего она у меня опять не включается? А, вот. Вот, видите, когда вот на стенку нормально, ну, то есть она хорошо светит. Она просто у меня сейчас немножко не в том положении прикручена. Но здесь никакой тени не создается, в смысле, вот этой световой. А вот если где-то вот на... На вот... Сейчас я вам покажу. О, боже мой. Вот, смотрите. Вот здесь, куда. Во-первых, от нее тень. Вот. Или, например, на плите. На плите тоже, вот видите, она отражается на плите. Оборудование целое. У нас только розетка. А, там есть розетка, да? Да, это все. Довольно длинный. Да. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Как ты светишь? Что не светит? Что не светит? Может, надо покрутить что-нибудь? Не светит? Надо читать инструкцию. Ну что, а не работает? Не работает. Что ты с ней сделал? Ну-ка, ничего. Может быть, а, может быть, вот этот плохо был подключен. Кабель. Не знаю. Так, ладно. Давай посмотрим. Ну-ка. 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 Ну-ка, мне нравится? Идите сюда. А, вот смотри. Что? Ой, ты ее выключил? Ну да, ноль. Это самое слабое. Ну, это мягкий довольно свет. Ой. Вот максимум. Ага. А вот температура. Сейчас будет синее. Я даю максимум. Максимум синий. Максимум белый свет. Ой, ну классно. Сейчас, теперь смотри. Вот так вот. А не видно? Ну, видно, что она желтере. Нет, я не виду вот здесь температуру. А, вот здесь видно 4000. Да. Ну так, не очень. Плывет. Ой, вот это все желтый. Ламповый свет. 2800. Ну так. Ну, прикольно. Было 5600. Конечно, вот когда снимаешь такие вот вещи какие-то, там готовка, все такое, вот эти всякие штативы, лампы, они все мешают. Да, то есть их надо ставить. Поэтому я вот, допустим, ту, которая у меня над едой стоит, она вот здесь, допустим, где-то стоит сама, сам штатив на столе и вот сюда снимает. Вот сюда. Вот так вот большая часть освещена и тени почти нет. А, ну да, смотри. Да. Все-таки она немножко площадь у меня есть. Да, да, да. Нет, хорошо. Да, смотри. Да. То, что у нас здесь довольно темно. Ну, в смысле, они как бы есть лампочки, но вот эта зона именно готовки, она не подсвечивается особо. Вот. И днем, когда нету солнца, тоже довольно темно получается. Да, нормально. Что-нибудь приготовишь? Бутерброд. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok